Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым и в гостях у нас Станислав Подивилов, режиссер, художник, сценарист известного мультфильма «Необыкновенные приключения Серафимы» и также фильмы о святых, как «Пересвет» и «Ослябия». Дань большой в этот год. Поедешь с Мурзой и дань собрать сполна. Не то Москву сожгем. За Русь! Да не в мече сила, а в правде божьей. Когда вы его сделали и удалось ли его как бы так довести до широкого зрителя? Фильм вышел в 2010 году. Делал я его достаточно долго, почти три года. Фильм получасовой, то есть это формат немножко больше чем 13 минут, но не полнометражный фильм. До широкого зрителя трудно довести было этот фильм, потому что не формат проката в кинотеатре, то есть его судьба в основном сложилась на DVD. Ну скажем так, Сретенский монастырь издает мой диск с моими фильмами, но в том числе на этом диске есть «Пересвятые ослабия». Ну а Сретенский монастырь обладает самой большой базой для распространения внутри церковной, потому что в принципе фильм имеет как бы свою жизнь. Ну и в интернете он совершенно в свободном доступе. На дисках его тоже можно приобрести, в частности в Сретенском монастыре, а через Сретенский монастырь он распространяется по многим епархиям. Ну даже как бы вот, у меня была информация такая приятная, что фильм смотрят в Австралии, в Америке, в Европе, то есть как-то по православным приходам расходятся там, даже в воскресной школах его там как бы показывают. То есть в принципе, фильм живет уже своей жизнью, и, наверное, можно сказать, что он состоялся. Он имеет много призов и международных, и российских. А дальше уже судит зрителя, то есть то, что мы смогли сделать, мы сделали. Ну, я думаю, история о битве Куликовской должна быть известна всем, от мала до велика. Что бы вы порекомендовали посмотреть россиянам из последних фильмов, что в этом большом океане фильмов? Вот я знаю, что вышел недавно фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Сегодня на юге столицы можно наблюдать редкое космическое явление. С запада в плотные слои вошел объект. Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией. Это наша земля! Как вы? Ну, я сходил на этот фильм, да, мне было интересно посмотреть, что получилось. Я уважаю Федора Бондарчука как режиссера. Была некоторая интрига, на мой взгляд, очень грамотно была построена реклама. То есть те трейлеры, которые были показаны в интернете и по телевидению, они, ну, зазывали в кинотеатр. Я, в принципе, посмотрев этот фильм, могу сказать, что на фильм можно сходить. В нем есть несколько мыслей, которые достаточно глубокие, и они мне понравились. Это событие в нашем кинематографе. То есть фильм снят очень грамотно с точки зрения технологической. Это абсолютно не уступает западным, как бы, образцам американским. Но есть достоинство этого фильма, что помимо просто формы, да, оболочки киношные, да, то есть там есть и содержание, достаточно глубокие мысли. Но вот та мысль основная, которую, как бы, я считал с этого фильма, я могу поделиться размышлением на эту тему. То есть вот если в одном предложении эта мысль звучит так, есть нечто большее, чем блаженная вечная жизнь в Царстве Небесном. Это может прозвучить несколько так неожиданно, да. Но ведь наша же цель попасть в рай. Вот в том-то и дело. Вот это парадоксально может так прозвучать, да. То есть наша цель попасть в рай, жить вечно блаженной жизнью. Но, оказывается, есть вещи, которые могут быть выше этого. И про это фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Все остальное – это декорация. То есть летающая тарелка, падающая на Москву и все остальное. Но мысль глобальная – это. Попробую это объяснить и в каком-то смысле, может быть, даже доказать. Вот. Что может быть выше желания этой блаженной жизни? Это любовь. Настоящая любовь. Жертвенная любовь. И примеры этому мы находим в христианской жизни достаточно много. Ну, в первую очередь, наверное, нужно вспомнить о апостоле Павле, который говорил практически в молитве к Богу. Он так хотел спасения своему народу израильскому, что он говорил, я готов променять свою блаженную вечную жизнь в Царстве Небесном и попасть в ад. Только бы мой народ спасся. Он был готов пожертвовать вечным блаженством и вечно мучиться в аду, но чтобы другие спаслись. Это и есть высшее проявление христианской жизни. Аналогов мы видим достаточно много и в нашей истории. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. В моем фильме «Перед светослаби» это первым текстом идет, перед началом фильма. Это некий настрой. Это так. Люди жертвуют своей жизнью за других, не зная, получат ли они блаженство. Они просто отдают самое ценное, что есть у человека. Это жизнь. И Господь опять же, если обращаясь к Евангелию, мы же это видим практически прямые слова Господа. Если кто захочет сберечь свою душу, он потеряет ее. А кто потеряет свою душу ради меня, он ее сбережет. Так это про это. В данном случае, в этом фильме получается так, что Федор Бондарчук попытался дать взгляд на человечество, в целом на человечество. Как бы со стороны, глазами инопланетянина, который прилетел в Россию, его сбили, тарелка упала. Но этот инопланетянин, вот там глобальная мысль такая. Существует некое человечество, которое живет на другой планете. Заявлено Федором Бондарчуком так, что это тоже человечество, но просто другая ветвь от одного дерева. То есть это тоже люди. Но там эти люди обладают вечной жизнью, они не умирают. Цивилизация развитая технически, все замечательно, они живут вечно, имеют все. Но, столкнувшись с нашим падшим человечеством, где 4 миллиарда убитых за историю человечества в войнах, только в войнах, где есть разврат, страсти крепят и все остальное. Но люди на нашей планете умеют по-настоящему любить и обладают этой жертвенной любовью. Так вот этот инопланетянин, он взбунтовался против вот этой вот вечной жизни своего клана, своей цивилизации и отдал свою жизнь, защищая девушку, защищая человека здесь. Вот этого падшего, страстного, да. Но отдал свою жизнь, его убили в результате. То есть он совершил этот акт. Потому фильм про настоящую любовь. Мне кажется, все остальные перипетии бессмысленно как бы рассказывать, пускай зритель придет, посмотрит. Все очень интересно, совершенно не так, как в трейлере. То есть трейлер заманил, а на самом деле там такие повороты режиссерские, что ну все по-другому. Смотрите интересно, сняты, грамотно. А вот такие мысли высокие будут ли понятны детям? На кого? То есть 12-14 или это все-таки более? Ну, мне кажется, Федор Бондарчук все-таки рассчитывал действительно на подростковый возраст. То есть это такой молодежный как бы фильм. И мне кажется, должны понять. Потому что там какие-то мысли все-таки они для людей, если кто-то не понял, там дается расшифровка и словами, и текстом. То есть если кто не считал это через сюжет, через какие-то закрытые волны смысловые. То есть там для таких это расшифровано текстово. То есть там как бы мысль, которую Федор хотел транслировать, она все-таки, мне кажется, получилась на нескольких уровнях. Я из разных мест уже слышал похвалы в адрес этого фильма, в адрес Федора Бондарчука. Какие-то еще фильмы в январе вышли, которые могли бы сравниться с ним по вот этой силе, по воздействию? Мне кажется, на мой субъективный взгляд, мне кажется, нет. То есть его нужно обязательно не пропустить, обязательно посмотреть? Мне кажется, пока он еще в кинотеатрах, лучше посмотреть это в кино. Кстати, могу сказать, вот я его смотрел в 3D, но на большом экране я видел рекламу в 2D. Маленький кусочек, просто на другой фильм ходил и посмотрел. Мне даже больше показалось интереснее его посмотреть в 2D. То есть картинка, как ни странно, получилась в 2D более интересная. Сходите, посмотрите сами. Спасибо огромное. У нас был в гостях Станислав Подивилов, сценарист, режиссер, художник, ближе к мультипликации. Но я очень доверяю вашему мнению. Обязательно схожу всей семьей на фильм «Притяжение» Федора Бондарчука. И я думаю, этот фильм не оставит никого равнодушным. Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень большое. Продолжение следует...